Основой модельной гаммы КАМАЗа остаётся классическое семейство К3, которое пользуется стабильным спросом и оснащается как старой восьмёркой КАМАЗ-740, так и национализированными шестёрками Cummins, получившими индексы КАМАЗ-667 и 689. Нарастить производство свежих семейств не удалось. Наоборот, если в позапрошлом году КАМАЗ выдал почти 10 тысяч грузовиков серий К4 и К5, то в минувшем выпуск упал более чем вдвое. Сделано 4193 машины, из них 2549 К4 и 1644 К5. В статистике наступившего года тоже будет некоторое число грузовиков К4, которые соберут из остатков комплектующих. Но история этого семейства подошла к концу, из-за санкций примерно на год раньше запланированного срока. А вот семейство К5 усиленно избавляли от санкционных компонентов и готовили к крупносерийному выпуску. Ряд технологий в нашей стране отсутствовал. В частности, горячая штамповка. Мы с металлургами и нашими партнёрами вынуждены были заниматься тем металлом, который позволит выпускать нужные детали по технологии холодной штамповки. Сомнения были, но всё получилось. К настоящему времени К5 локализован на 70-80%. Замену нашли для 2300 деталей, а заодно машину модернизировали. Улучшенный вариант получил приставку NEO и выйдет на рынок в марте. Причём первые полгода старые и новые варианты будут собирать параллельно. Главной приметой NEO будет обновлённый двигатель R6. Его объём увеличит с 12 до 13 литров. Фирма Liebherr, в партнёрстве с которой разработан мотор, раньше противилась этому, но теперь КамАЗ принимает решение самостоятельно. Модификация 910.50 обещает пониженный уровень шума и экономию топлива – почти 2 литра на 100 км. А межсервисный интервал нового тягача увеличат с 120 до 150 тысяч км. Попутно расширено моторное производство. Построенная 5 лет назад линия поначалу могла собирать двигатели буквально поштучно. Первую тысячу сделали лишь весной 2021-го. Год назад мощность конвейера достигала 12 тысяч моторов ежегодно, а за минувший год её нарастили до 30 тысяч. И этого хватит надолго. Ведь крупная рядная «шестёрка» ставится только на новейшие КамАЗы К5 и не помещается под кабины старых КамАЗов К3. В 2023 году челнинцы собираются сделать 10 тысяч машин новых поколений. Расширится и модельная гамма. Например, выпуск самосвалов с кабиной К5 развернут в четвёртом квартале. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok